Обожаю папоротники, правда там сказали недавно, что там змеи в папоротниках в лесах водятся. Если вам интересно, посвящаю вас в программу. Программу. Да, программу. Программа следующая. Опять она влезла. Вот она влазит во все мои блоги. Вот она влазит во все мои блоги. Секлу так красиво, и время проходит мимо, но жизни не жалко, жизни не жалко. Сейчас вышли на набережную в Батуми. Здесь очень красиво, огромное колесо обозрения и алфавит, башня алфавита грузинского. А немного дальше там будет замечательная статуя Али и Нино. Али, это был Алишен Ваншир, он был азербайджанец. Анино, христианка, у них была любовь, и там и любовь, и религия, и очень много чего переплетается. Это очень интересная книга, советую вам почитать. У нее там еще свое такое мистическое, так и неизвестен автор. Там три варианта того, кто же автор этого произведения. Это кафе «Осьминожка» из кинофильма «Любовь и голуби». Эх, Вася, Вася. Это момент глубокой мысли, объединения и спокойствия. Очень красивая, очень правильная мысль. И я думала, я была в ветре. Ну, была в ветре, что у меня ущелье, у меня никаким лучше видно, никаким ущерб. Здесь другой местный сельдель и такой красивенный оризонт. Здесь очень хорошо, это место называется «Любовь и гостей». В этот момент хочется быть художником, чтобы передать всю эту красоту, всю глубину этих красок. Этот город называется «Горе». Это родина Сталина. Здесь, честно говоря, я его чувствую везде. Здесь все очень строго. И вот все по-сталински. Я первый раз ощущаю такие чувства, что прям мне тут страшно ходить. Мы даже с ребятами светофор хотели перейти не в правильном месте. Там нельзя было, чтобы пешеходы переходили. Я, честно, я побоялась там переходить, и как раз полиция подъехала. Я говорю, нет, ребят, давайте мы пройдем дальше. Ну, в сталинском городе мы не будем нарушать никакие правила. Я прямо чувствую, что по стойке смирно. «Сталин» — это имя штурмовое, Городка зовущее вперед. «Сталин» — это ритмы днепростроя. «Сталин» — это чкаловский полет. У меня начался замечательный новый день. Сегодня в новом месте. Таким видом. Я нахожусь сейчас в Степан Сминда. Мы едем подниматься на джипах в горы. Я очень этого ждала, Казбеки. Казбеки подниматься наверх. Здесь так тихо, так спокойно. В едином смысле. Да, идем с пяточком. Большой-большой секрет. Лер, Лер, шокашка. Тут очень много какашек. Коровья. Надо же до конца договаривать. Калятку, калятку, калятку. Кто хочет корову? Давайте корову спим. А ты не ловишь там, уходи. Поднялись мы на джипах. Дорога, Казбек. Подниматься наверх. Конечно, чувствуется гора. Сердечко стучит. Люди останавливаются часто. Хотя здесь маленький подъем к Монастыру Святой Троицы. Ой. Как здесь красиво, Боже. Ставим на свечи. Там такая интересная энергетика. Такое соколочесо. Очень приятное ощущение. Очень приятное ощущение. Я бы сказала, чудо. Да, вы не хочете летом, осенью, когда холодно, хочется лета. Таким малово нам нужно ехать в Грузию и туда-сюда подниматься. Мне сейчас кажется, что у нас октябрь. Честно, думаю, я спущусь, я креплюсь летом. Прямо аж пальто заходила сидеть. Знаете, вот когда надеваешь пальто, идешь под центом, а потом заходишь домой, плед, клинтвейн. Класс. Захотелось осенью. Сразу сладкий ноябрь. Субтитры сделал DimaTorzok